Русские новости 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 никто ничего не хочет и голосует против. Вот все. Это вся деятельность фракции, если она может быть, возникнет фракция патриотов в Государственной Думе. Поэтому если попадется, конечно, 40 человек не пройдет патриотов, я думаю, что если случайно 1, 2, 3, 5 максимум приличных людей попадет в Государственную Думу через одновандатные округа, то этим людям надо забыть о том, что они смогут что-то сделать для страны, для народа. Они смогут только помочь людям с их конкретными проблемами. А ведь все, кто войдут в Государственную Думу по непартийным спискам, они же все тут же разбегутся по фракциям. Ну, как и было в 2003 году, была смешанная система выборов. Потом она была отменена и вот сейчас вновь восстановлена. Ну, вот будет то же самое. И по одновандатным округам, скорее всего, процент единороссов будет выше, потому что административный ресурс более цинично используется как раз вот в таких ситуациях, когда можно подавлять лично каких-то конкурентов, которые возникают и этим будут заниматься единороссы. Я в этом абсолютно не сомневаюсь, потому что любая принадлежность к этой партии означает, что человек лишен всякой совести. Всякой совести, ну или рассудка. Обычно тех, кто уж совсем сбрендил, не допускают до выборов. И, скорее всего, речь идет о том, что бессовестные люди будут бессовестными методами биться за свое место под солнцем. В Кремле, в общем-то, все равно, кто там будет в Государственной Думе сидеть, потому что подавляющее большинство все равно будет по указке из Кремля голосовать так, как надо. И вообще, скорее всего, им будет предложено, как и предыдущим составом, ничего абсолютно не делать, только одобрять то, что будут предлагать из Кремля. Ну какие-то группы там будут работать, но не все же бездельником сидеть, такие колоссальные зарплаты, и они там только международным туризмом, парламентский туризм есть, такой род деятельности будут заниматься. Вот кто-то все-таки будет по заданию Кремля что-то там делать, дорабатывать, имитировать парламентский процесс, но подавляющее большинство-то ничего не будет делать, потому что, если они что-то начнут делать, не дай бог, с их-то квалификацией, с их полным отсутствием совести и профессиональной подготовленности, конечно, будет предложено не делать им ничего. Вот. Допустим, то есть фракции какой-то не будет, вот пять, четыре, там три, два, один человек просто приличный. Ну, во-первых, он утонет, его не допустят до микрофона, потому что до микрофона допускаются только представители фракции, и вот будет эта небольшая группочка, если она возникнет, я в это, правда, не верю, но будем оптимистами. Возникнет какая-то маленькая группочка, она начнет что-то, что она будет делать. Подумайте, что она будет делать в этой Государственной Думе. Все, что она сможет, это своим писклявым голоском что-то где-то опровергать и выставлять какую-то альтернативную точку зрения. Но стоит ли усилие всех патриотов России того, чтобы легитимировать эту власть, чтобы эта власть сказала, да у нас все есть, вон у нас даже фашисты есть, вот назовут фашистами тех, кто будет выступать против режима. Мы же все русские люди, для тех, кто сидит в Кремле, фашисты, потенциальные фашисты или реальные фашисты, если мы против них. Вот это ругательство используется против всех русских патриотов, против всех русских националистов. Вы экстремисты, вас в тюрьму, вы фашисты, вы поклонники Гитлера и так далее, навязываются, штампуются эти ярлыки. Ну надо сказать, что и внутри патриотов тоже есть множество людей, которые такие со штампиком, знаете, вылезают иногда из каких-нибудь древних времен. Такие троглодиты, которые где-то там в 93-м году защищали парламент. И вот человек там 20 лет, не пойми где был, и вдруг он вылезает наружу и говорит, вот мы-то такие были, а вы, вы вообще непонятно кто, кто вы здесь, вас здесь не стояло, вы вообще пособники режима Ельцина и Путина. Нет, вот встретился тут человек по имени Альберт, совершенно, видимо, свихнувшийся, который обвинил меня в сотрудничестве с ельцинистами, с путинистами, ну и налил целую груду грязи под предлогом того, что мы с ним одновременно в одной группе «Россия спаси Донбасс» находимся. Ну, видимо, настолько я лишний в этой группе, что этот человек решил набраться на меня с всякими гнусными оскорблениями. Ну, вот, кстати, точно так же с гнусными оскорблениями выступали против фракции Родина такие самые отъявленные патриоты, которые сегодня такие же отъявленные путинисты. Ну, скажем, есть такой ресурс «Русская народная линия», который съехал полностью в путинизм, такой сталинизм, вывернутый наизнанку с патриотическим и православным подбоем. Вот тогда этот ресурс тоже поливал фракцию Родина грязью вместе с остальной патриотической и православной общественностью, потому что, ну вот, якобы недопатриоты, вот, не хватает чего-то, вот, все равно вы плохие. Вы все равно будете плохими, понимаете, даже если кто-то из, ну, каких-то гениальных, очень удачных людей пробьется в парламент, он все равно будет плохой, на него будут лить грязь не только те, кого так с усмешкой можно назвать жидомасоны, да, не только враги России, но и так называемые друзья России, которые будут сверхпатриотами, то ли сверхпутинистами, то ли сверхантипутинистами, и вы всегда будете неугодны, на вас выльются тонны, мегатонны грязи со всех сторон, уверяю вас. То есть, пока не будет победы, реальной победы патриотических сил, вот эта грязная среда, грязная политическая среда будет смешивать вас с нечистотами. И это продолжается до сих пор, ну, по себе знаю, то есть, с одной стороны, там, в Википедии синагога про меня пишет всякую дрянь, с другой стороны, якобы антисинагога, такие вот суперпатриоты с 93-го года, тоже пишут обо мне всякие гнусности, всякую дрянь, и в том числе о периоде моей работы в Государственной Думе, ну, казалось бы, где покажите хоть что-нибудь, что меня могло бы дискредитировать. Нет, все равно, грязь будет обязательно, ничего не читать там, не будут доказательства какие-то, им вообще все, ничего не интересно, они будут клеймо ставить, больше ничего. Поэтому печально участь того патриота, который попадет в эту Государственную Думу, он либо перестанет быть патриотом, либо перестанет быть приличным человеком, либо испытает на себе такое давление всей мерзости, которая скопилась в так называемом нашем обществе, это, конечно, не наше общество и не общество вообще, а вот некая такая информационно-политическая среда, конгломерат всех мерзостей, которые насобирались за 20-й век, и вот оттуда ушат и помоев будут литься на голову этого человека или нескольких человек, которые смогут пробиться в Государственную Думу. Не считаю, что это реально, не считаю, что это возможно, потому что вот предшествующие легислатуры, посмотрите, есть ли там хоть кто-нибудь, кто действительно мог бы считаться русским националистом, русским патриотом, который бы помогал русским, например, русским политзаключенным, хоть чем-нибудь, который выступал бы с точки зрения русских национальных интересов, который не боялся бы каких-то слов против ныне действующей власти. Да нет, мы таких не видим, но, наверное, что-то разумное, доброе, вечное эти люди иногда делают, какие-то запросы в пользу людей пишут, и честь им и хвала хотя бы за это, спасибо хотя бы за это. Но это не народное представительство, это не деятельность народных представителей. Среди чиновников тоже встречаются люди, которые могут делать что-то такое правильное, но вся система, вся среда абсолютно антинародная и просто покрывает олигархическое разграбление нашей страны, фактически ее оккупацию. Стоит ли при таких условиях ходить на выборы, когда страна фактически оккупирована, и оккупанты организуют эти выборы, промывая вам же мозги, и говорят им, ну вы хотя бы вот какие-то, свой бюллетень надо пометить галочкой, и все, его никто не фальсифицирует, или им труднее будет фальсифицировать. Уверяю вас, что никакого труда фальсифицировать результаты выборов нет, никакого, особенно после того, как все превратилось в электронные таблицы. Эти электронные таблицы легко исправить, и ныне действующая власть уже не раз заморалась в этих безобразиях, просто она хочет минимизировать количество фальшивых бюллетеней или цифровых фальсификаций, и поэтому старается создать иллюзию, иллюзию выбора, во-первых, а во-вторых, иллюзию победы тех же самых сил, которые до сих пор находятся у власти. Я постоянно говорю одну и ту же фразу, на выборах власть не дают и власть не берут, и поэтому, как бы вы ни мучились, как бы вы ни старались, даже если вы костьми ляжете на этих выборах, никакой победы не будет, и никаких патриотов в следующей Государственной Думе вы не увидите. Только победа чистая, победа по очкам нам не будет записана, только чистая победа будет означать, что народное представительство восстановлено, и русские патриоты, национал-патриоты действительно представляют интересы нашего народа, русского большинства прежде всего, в некоем парламенте, которые как-то, может быть, надо будет назвать иначе, потому что Дума уже, знаете, Дума не думает, ни о чем не думает, кроме как о своих карманах и о своей карьере. Представим теперь ситуацию, предвыборную реальную ситуацию, которая есть сейчас. Четыре партии нынче находятся в Думе, им проще всего туда и вернуться, потому что у них есть государственное финансирование, есть олигархическое финансирование, все четыре структуры находятся на содержании олигархии, и, соответственно, законодательство двигается в ту самую сторону. Ну, даже и это законодательство не соблюдается, потому что, ну, таков интеллект, таков уровень профессионализма людей, заправляющих государственной властью, правоохранительной системой и так далее. Но вся правовая система перекашивается именно в интересах олигархии, может быть, специально запутывают, чтобы невозможно было жить по закону. Вот эти четыре партии вернутся. Вы сомневаетесь в этом? Вот какая доля мандатов разыгрывается помимо вот этих четырех фракций, которые, несомненно, постараются сохранить свое представительство? Конечно, в одномандатных округах тем, кто несколько дальше от кормушки, будет труднее. Поэтому, скорее всего, представительство справедливой России и коммунистов уменьшится. А вот увеличится ли представительство ЛДПР и Единой России – это еще вопрос. Где-то возникает зазор, наверное, в несколько десятков мандатов, которые могут получить одномандатники независимые или представители иных политических сил, а также, может быть, одна или две микрофракции, которые могут возникнуть, если они преодолеют какой-то там у нас барьер, я уже, честно говоря, не помню, 5-процентный вроде бы, да, или 7-процентный. Где-то у нас в регионах 7%, где-то 5% устанавливают, меняют этот барьер как угодно. Там еще есть какой-то хитрый предбарьер, 3%, если 3% прошел, то тебе дадут возможность составить фракцию из одного или двух человек. Ну, вот это посмешище, конечно. Но, видимо, будут такие вот микрофракции из нескольких человек. Ну, сейчас вот что-то раскручивают яблочников, может быть, яблочники туда просочатся. Есть коммерческая структура под названием «Партия Родина», «Нью Родина у Родина», как я ее называю. Там могут продать эти мандаты, сколько они будут ожидать. Может быть, с какой-то вероятностью по дешевке продадут там 4 десятка потенциальных мандатов, а реально преодолея 3% получат фракцию из трех человек. Может быть, будет так. Может быть, вот еще есть фракция олигархии из деловых, якобы деловых кругов. Опора России, по-моему, была такая структура. Вот сейчас она в партию превратилась. Господин Титов, такой типичный представитель обслуживающего персонала олигархии. Вот, может быть, ему еще там что-то предоставят. Возможно, чтобы у него какая-то трибуна была, кабинет в Государственной Думе. Ну, если родной для власти человечек, почему бы не породить этому человечку? Тем более, он как-то оживит вообще весь избирательный процесс. Кто-то кого-то будет обвинять, разоблачать. Могут быть самые яркие выступления, самые яркие разоблачения. Какие-то новые люди могут выйти на экраны телевизоров, все как-то забурлит. Но итог-то будет тот же самый, какой и был. А какой итог нужен ныне действующей власти? Только один. Чтобы люди вновь сказали, да, ну что ж, мы выбирали-выбирали, но выбрали опять не тех. Выбираем четверть века и все время выбираем не тех. Ну, так уж получаются, такие дураки мы. Нет, мы не дураки, не надо себя оскорблять, не надо себя принижать. Мы глупы только в том, что мы верим вот тому, что нам предъявляют. Вот такие проценты. Нет, проценты совершенно другие. И как бы вы ни пытались воздействовать на соотношение сил в Государственной Думе, на продвижение национал-патриотов туда, вы ничего ровным счетом сделать не сможете. Вот в 2003 году еще могли, но там дали возможность Родине выскочить, и вопрос был, у нее будет 3% или там 15%. Вот в этом промежутке 9% тогда набрали. Тогда был какой-то вот зазор, и в этот зазор Родина вошла. Сейчас никакого зазора нет, никакого. Ну вот только для представителей олигархии, вот разных каких-то таких инновационных олигархических проектов, вот могут быть предоставлены какие-то микровозможности. Ну, делается это только с одной целью, с тем, чтобы втянуть в выборы как можно больше людей, чтобы больше людей были убеждены, что они снова потерпели на этих выборах поражение. Снова олигархия взяла власть. Вот мы все голосуем, хотели проголосовать против олигархии, а она опять выиграла. Ну, как у Шулеров, почему не сыграл мой козырной туз? Это такой раскладец. Вот у них раскладец всегда один и тот же. Какие бы у нас не были на руках аргументы, какие бы не были преимущества, как бы нас, русских людей, русских патриотов, не поддерживал русский народ, ну, не очень-то он поддерживает, надо признаться, но если бы даже была зарегистрирована русская национальная партия, если бы за нее бы выступили широкие народные массы, если бы дали возможность выступить в телеэфире, высказать какие-то наши аргументы, наши идеологические основы, ничего бы не изменилось, ничего бы не изменилось. Но меняется только одно, вот в нашем сознании должно измениться главное, это чужие выборы. На них не то, что победы не может быть, на них не отразится ни на йоту ваш голос и ваше представление о жизни, ни на йоту. И вы никак не помешаете олигархе на этих выборах, которые она и организует, реализовать свои планы. Поэтому вывод должен быть только один, однозначный вывод. Бойкот этим выборам. Русским людям на фальшивых выборах делать нечего. Вам все равно предстает возможность голосовать только за негодяев. И если даже приличный человек каким-то образом зарегистрируется, то вы просто его не найдете в этом месиве. Вы не найдете, он не пробьется, не пройдет. Он просто растратит свои собственные силы, средства, сконцентрирует на себе внимание узкого актива, который как-то ему будет помогать. И сделает только одно, сделает на пользу этой же самой олигархии, то есть приведет на избирательные участки как можно больше людей. И все опять окажутся проигравшими. Поэтому русскому национал-патриоту я говорю, не ходить на эти выборы. Даже есть деньги, есть у вас пара миллионов рублей или пара миллионов долларов, но потратьте вы на что-нибудь полезное. А если вы потратите на выборы, то это просто все равно, что сжечь в печке все эти ваши ассигнации, которые вы непосильным трудом накопили или которые случайным образом у вас появились. Не ходите на эти выборы. Есть у вас средства. Вкладывайте в русское политическое движение, чтобы оно проявляло уличную активность, издавало свои материалы, распространяло их, создавало интернет-ресурсы, которые раскручивались бы в виртуальной среде, издавало бы брошюры, газеты, буклеты и так далее, чтобы русское движение существовало. Но ведь сейчас помощи нет никакой. В том числе и русским новостям, которые представляют уже довольно длительное время, но нет же никакой поддержки. То есть вот те жалкие суммы, которые приходят, это же то, что не может создать никакую видеостудию, никакую новостную студию, привлечь профессионалов к этому делу, потому что надо с утра до вечера заниматься тем, чем занимаюсь я. Вот я безработный, могу этим заниматься, на подножном корму проживаю уже который год. И кажется, что вроде это так легко. Сел перед монитором и говори, ну возьмите видеокамеру, сядьте и попробуйте что-нибудь сказать, внятное, связное, понятное и полезное. Это крайне трудно даже тем, кто имеет хорошие навыки и какой-то талант в этом деле. Мне вот приходится учиться постоянно возможности или способности говорить, можно сказать, с пустым местом, с глазком видеокамеры и представлять, что я разговариваю с конкретными людьми. И вот что получается у нас сейчас. Вы думаете о выборах, думаете о выборах. А надо думать о стране, надо думать о России, надо думать о том моменте, когда эта власть рухнет. А она рухнет однозначно, без этого обойтись не может, потому что таких, извините меня, недоделков, у которых в мозгах нет ровным счетом ничего, ну невозможно, чтобы их не постигла вот эта участь, эта кара. Они не способны управлять государством. И именно поэтому они затягивают гайки и заставляют нас затягивать пояса, потому что они не могут ничего сделать. Они не могут умерить аппетиты олигархии. Они не могут ни слова сказать против олигархии. Они не могут создать эффективную систему управления. Поэтому у них кошмарный бюрократический аппарат. Они не могут ни создать правовую систему, ни запустить работу правоохранительной системы, потому что кругом преступность, коррупция, кругом у них взаимное перепутывание. Они переженились между собой, создали вот эти конгломераты преступные, увязанные уже в сеть, которая оккупирует нашу страну. Это не какая-то чужая армия или чужая агентура. Это чужие люди захватили нашу страну, для которых Россия ничто, а собственный карман все. Вот они везде, они везде вокруг нас. Я думаю, что сейчас все чаще обычные люди начинают сталкиваться с вот этой мафиозной сетью, которая входит в неформальные структуры, им не нужно договоры подписывать. Они вор-вора видят издалека, и ворон-ворон глаз не выклюет. Они, конечно, иногда клюются для того, чтобы мы думали, что там идет борьба, например, с наркоторговцами, с наркотизацией, с коррупционерами. Иногда они выбрасывают такой отработанный материал, чтобы мы радовались, а что-то происходит. Но на самом деле не происходит ничего, кроме оболванивания масс. Мы должны четко решить для себя, что те, кто находятся во власти, это наши враги. Это враги нашей жизни, враги России, враги русскоисторической традиции, русской культуры, вообще русской перспективы, даже выживания нас, наших семей, наших детей на будущих поколений. Это враги. Поэтому верить нельзя ни единому слову. А если вы идете на выборы, значит, вы поверили, что там что-то может такое быть, что там есть хоть что-то честное, разумное, и что ваш голос не пропадет в туне. Пропадет со стопроцентной вероятностью. Со стопроцентной вероятностью. И вы еще сработаете на ваших врагов, которым нужно именно это, чтобы вы пришли на избирательный участок. Что вы там сделаете, уже все равно. Вы можете испортить бюллетень, там что-то нарисовать, написать какой-нибудь лозунг против власти. Вы можете поставить галочки там во все клеточки. Вы можете галочку поставить против самого отвязанного там и вредного для этой власти кандидата. Это не изменит ничего. Это просто добавит этой власти потенциала, потому что вы соучастник в ее деятельности. Вот заканчивая, я скажу, что русским людям надо ориентироваться на работу в русских политических организациях по сильную и возможную поддержку деятельности русских организаций, а не на участие в этом бесовском спектакле, где не то что победы не может быть, не может возникнуть даже каких-то островков разумного и национально ориентированного движения в целом вот этого политического процесса, в котором мы участвуем. Поэтому нам надо участвовать только в том, что дает пусть мизерные, пусть крохотные результаты, мы часто, кстати, недооцениваем себя, но по крайней мере, это гарантированные результаты, что все, что вы вложите личным временем, личными средствами, личным участием в русское движение, это не пропадет, это где-то откладывается, и это является частью нашей жизни, как людей политических. Человек, существо политическое, как говорил Аристотель, вот мы как политические существа должны существовать. Именно в политике, а не в политиканстве. Вот участие в выборах – это политиканство. Давайте мы откажемся от политиканства и будем заниматься реальной, настоящей русской политикой. Поддерживать русские движения, русских политических активистов, поддерживать, защищать, и морально, и материально поддерживать русских политзаключенных, выходить на акции русских организаций. И это будет реальным результатом, реальным вкладом в борьбу с олигархией. И это будет тем движением к будущей победе, которого мы все и хотим. О выборах участвовать не нужно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова